всем огромный привет сегодня прощенное воскресенье но друг у друга люди просят прощения уже с самого утра кто-то там отправляет сообщение кто-то просто звонит просит прощения я тоже хочу попросить прощения если кого-то когда-то обидела вот и хочу попросить у всех кого видела прощения сегодня хотела как всегда серена выходной день и погода не очень хорошая грязь в огороде вообще с такая слякоть вода стоит ну как-то совсем ужасно короче и думала в чем могу сегодня заняться хотела что-то почитать но навряд ли наверное потому что мне еще куча все куча работы и я хотела поделиться с вами там мне сегодня расцветает моя орхидея который первый раз у меня цветет вот вот это видите какая красота будет это на 1 орхидей к вот такая погода видеть невзрачный все дома сидят потому что я вчера открыла двери но вчера был дождь там слякоть он сегодня вообще с утра было очень так такой дождик шел что действительно даже собаки выскочили на улице сразу вернулись а домой доля зашла в огород это было что-то жесть ноги все черные чарли все пузо грязное вели тоже привели всего грязного да скажи ужас какой и так что они сейчас пока дома я сейчас приготовлю обед бабушка вчера сказала что и мясо надоело то мы сегодня сделаем омлет с брокколи ну вот а потом после обеда съезде в город куплю тюльки ольга леонтина сказал что хочет тюльки смотрите какая красота мы какие не все разные да какой оттенок смотрите это вот такая орхидей к у этой немножко вроде бы цвет тоже есть добавление но настолько интересная по-своему красная все цветут здесь у меня все цветет ну начнем с того что нам для этого понадобится нам понадобится вот таких такая брокколи и моцареллы три яйца соль перец красный перец я взяла розмарин и если будет итальянские вот эти приправы желательно конечно если был бы ориган у меня нет у меня только розмарин и немного молока что самого начала я должна хорошо это почистить кусочками помыть кстати я всегда вот эту ножку выбрасывала но в реальность ее можно почистить и маленькими кусочками порезать и это все отварить потому что нам где-то минут 10 надо проварить брокколи ну начнем пока я сейчас буду чистить брокколи видите поставила три кусочка курочки хочу на обед пожарить бабушка не очень хотела курочку бабушка смотрит телевизор сегодня воскресенье мы вчера у нас так получилось что я запекала картошку в духовке там у меня была капуста было еще мяско было сарделька 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 с сыром оба воли говорит я хочу тюльки я говорю но мне извините но тут магазине рядом тюльки нет надо ехать где-то вавилон туда и там смотреть грехи вашу завтра куплю мясо мясо хорошо завтра будет тюлька ну пока до тюльки надо еще доехать я думаю скорее всего это поеду после обеда потому что на улице дождь и тем временем я приготовлю омлет вкусный и полезный вот видите я эту ножичку очистила сейчас все мелко порежу потому что вот когда-то я честно говоря все это выбрасывала ему в реальности даже когда он была в италии я все вспоминаю за когда-то вам рассказывала за кабачки что мы бодылья выбрасываем а у них оказывается очень тяжело городе купить это бодылья она чистится вот эта сама ножка такая она колючая очень хорошо прочищают и сами листья и варят как любое там шпинат что-то такое потом они там поджарить на сковородочке с чесночком там с помидорками а некоторые просто лимонным соком и оливковое масло это очень полезно то же самое здесь мы же выбрасываем я всегда отрезала помню даже в италии отрезала в реальность это можно не отрезать а вот так почистить и отварить вместе это мы будем так суком потому что нам надо будет омлет вот так почистим все и приготовим это обязательно отварим минут десять соленой воде так видите как я порезала все промыла сейчас отправлю кастрюльку нальем обязательно водички так поставили водичку сейчас быстренько отварим а это кстати кули приготовила тушеная тоже там брокколи фасоли морковочка немножко с чесноком и оливковым маслом как приедет он у меня очень больше всего овощи любит а тем временем ждем пока 10-15 минут чтобы она хорошо нас прокипела сварилась он мне было совсем такое сваренное было такое полукруда не знаю как не конечно на любителя вот и потом когда остынет мы будем готовить наш вкусный нашу вкусную запеканку с брокколи прошло ровно десять минут я быстренько приготовила брокколи сейчас они немножечко у нас остынут вот и будем готовить наш омлет для этого нам понадобится вот такая форма вот пока она остывает мы потихонечку будем все готовить пришел помощник помощник пришел брокколи наши остыли что мы сделаем мы берем 3 яйца разбиваем добавляем немножечко соли соли соль необязательно вот так вот так немца соли все хорошо взбиваем молоко можем добавить у меня если вы помните когда-то мне дарила Юля вот такие йогуртницы я йогурт когда доделала А сейчас иногда я просто, если у меня молоко остаётся, то я выливаю в них. Вот так, где-то грамм 50 молочка. В сторону. И это всё взбиваем. И в сторону отставляем. Дальше. Мы берём нашу корму. А, кстати, самое интересное. Моцарелла. У нас есть две моцарелки такие. Так, одна. И вторая. Мы их должны обязательно нарезать. Вот так. Я очень любила моцарелла в Италии, которая была именно в молоке. Обожала просто. Вообще, моцарелла самая вкусная. Так, берём её так в сторону и вставляем. И аккуратненько, вилочкой мы выкладываем вот так наши брокколи. У меня, кстати, это ещё с Италии. Вот это я покупала там. Очень удобная. Я в ней всегда делаю запеканку. Хорошо запекать в ней также овощи. Любые виды запеканки можно делать. в этой стеклянной посуде. Вообще, стеклянная посуда, мне кажется, она самая классная. Вот так. Аккуратненько. А это ножки. Я вам покажу наши ножки, которые обрезала. Вот видите, Кенни. Так, давайте ещё вот это. Вот это. Так, аккуратненько. Так. Эти ножки наши, что остались, мы их вот так разбросаем рономерно. Что мы дальше делаем? Мы немножечко перчим. Так, чуть-чуть. Немножечко перчим. Дальше красного перчика чуть-чуть тоже добавить. Но это всё на любителя. Чуть-чуть. По рецепту должны быть итальянские травы или орегано. Ну, у меня орегано нет. У меня есть розмарин. Это я в самую последнюю очередь. Сейчас я добавляю то, что мы приготовили. Яйца с молоком. Вот так равномерно и хорошо. Заливаем. Так. Дальше мы выкладываем нашу моцарелку. Вот так сверху. Очень будет вкусная запеканка. Вот так. Дальше мы посыпаем немножечко розмарином. Вот так, чуть-чуть. Как вы знаете, брокколи я варила в солёной воде. Это мы отправляем в духовку при температуре 180 градусов. Ненадолго. Минут 15-20. Но мы всё смотрим, как оно у нас покроется корочкой. Хорошо. Я думаю, что 15 минут достаточно. Но это опять же, у кого какая духовка. 180. Вот так. Прошло ровно у нас 15. Не 15, а 20 минут. И посмотрите, какая у нас получилась запеканка. Она сейчас горячая. Я вам покажу её. А когда она остынет, я вам её обязательно покажу в разрезе. Ай, какая горячая. Всё никак помотить не могу. Видите, как она получилась. Очень вкусная, полезная и съедобная. Сейчас мы будем резать нашу запеканку. Я ещё хотела, знаете, что сказать? Кроме сегодня прощенного воскресенья, сегодня день ангела Светланы. Я всем Светланам, всем зрителям моего канала, всем Светланам во всём мире желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, чтобы они всегда были такие светлые. Цвелело так, как мои все орхидеи. И всего им самого светлого и наилучшего. А теперь будем пробовать нашу запеканку. Так, я уже разрезала. Смотрите, какая она получилась все классная. Я думаю, что она будет очень вкусная. Вкусная и полезная. Сейчас будет баба Оля пробовать. То тебе очень понравилось, да, мам? Да. Да. Да.